Джерть у щеки с национальными узорами и сшиты из лоскутков кураков в придачу подушки для интерьера. Постельные принадлежности в этой стиле для приданного невесты. Весь этот национальный быт создается руками Гулины Мукашевой. Мастерица на 100 тысяч сомов к своей швейной машинке приобрела беззвучный мотор и электроножницы, также материалы для начала своего дела. В месяц она получает порядка 10 заказов и готовит приданное невестам. Шитие научилась у своей бабушки. Получала пособие, а как только стала участницей социального контракта, решила свое умение превратить в источник заработка. 100 тысяч сомов получила в декабре прошлого года. Когда работаю над заказом, могу в день изготовить около двух джерть у щеков, иногда даже четыре. В основном тушек шьется с национальными узорами и с кураков. Шитье тушеков требует много времени, сил и терпения. Здесь очень много мелкой работы. Пряники в виде мультяшных героев и других форм с изображением и с надписью. Сладости на заказ печет Максат Суимбаева. Работа становится больше перед началом международных праздников, дня рождения и свадеб. Печь сладкая она научилась из обучающих платформ. На 100 тысяч сомов купила пищевой принтер и духовку. Социальный контракт – это хорошее подспорье для инициативных людей, желающих иметь постоянный заработок. 100 тысяч сомов получила в прошлом году. С покупкой пищевого принтера мои пряники выглядят намного лучше и заиграли другими красками. Когда получаю заказ, в день могу испечь порядка 100 пряников. За полтора года из столицы Бишкек участниками социального контракта стали 450 малообеспеченных семей. Начатые бизнес-проекты улучшили жизнь на 1,8 тысяч человек. 56% участников открыли швейные мастерские, производство биоудобрений и стройматериалов. Остальные работают в транспортной, в сфере питания, красоты и IT. 9% – это проекты в сфере торговли. Остальные участники выбрали сферу сельского хозяйства. Каждая семья, мы доходили до каждой семьи, районная администрация, Акимы, Вицемеры. Каждая семья на учет мы брали, как все так используется, как этот проект реализуется. Конечно, если наш президент находит время, заходит на каждую семью внезапно, мы должны в первую очередь, конечно, каждая семья у нас на учете. У нас были 2-3 случая, которые действительно по объективным причинам не смогли реализовать. Мы этот момент поправили. Бывает, это жизнь. Поэтому всегда под контролем, что какие-то помощи, мы оказали двоим помощь, поправили положение. Ситуация у них такая была. Помимо организованной выставки, прошла конференция, где презентованы наиболее эффективные проекты. Показавших лучшие результаты выдвинули делегатами на республиканский съезд Джанг-Кадам, который пройдет осенью текущего года и соберет лучшие практики социального контракта на одной площадке. В этом году осенью проводится съезд общества Джанг-Кадам. Это те лучшие люди, которые смогли реализовать свои проекты по проекту социальный контракт. На сегодняшний день 13 тысяч наших семей реализуют проект. Участники соцконтракта выбирают своих делегатов на республиканский съезд Джанг-Кадам, который мы проведем осенью этого года в городе Бишкек. Социальный контракт позволяет малообеспеченным семьям перейти от статуса получателей пособий к статусу индивидуальных предпринимателей, которые сами обеспечивают доходом своей семьи и повышают свое благосостояние. 96% участниц проекта – женщины.